В основании о порядке Деннаму господин депутат Панков, он вызвался добавить к порядку Деннаму свои пытания. С тем он вышел на трибуну, говорил свое мнение по поводу вопроса номер 15, это от энергосбережения. После того, как он сделал доклад, он сказал о том, что депутаты в количестве 17 человек, которая была раньше фракция в партии Регионова, теперь стало объединение Краматурс, депутаты в количестве 17 человек, они в протест, что вот этот вопрос, что собираются рассматривать, поднялись и ушли. Ну, кто был на сети, можете мне истать, если я что-то сказала не так. В связи с этим мы обговаривали в течение дня всех, кто к этому был причастен, всех, кого волнует это, и решили собраться на сети. Для того, чтобы нам понимать, что, собственно, происходит, я понимаю для себя, что нужно понять, что такое вопрос номер 15, причина, по которой было такое поведение, и что в целом означает вот такой демаш. В связи с этим мы пригласили сегодня, я прошу выступить Литвиненко Андрея Петровича, это замначальника УЖКХ, для того, чтобы он нам разъяснил, потому что, насколько я понимаю, этот проект, это достаточно объемная документация, достаточно сложная. Конечно же, наверное, кто-то из нас должен взять ее и изучить, для того, чтобы мы имели представление, но на сегодняшний день, я так думаю, мы не очень разбираемся в том, о чем говорил господин Банков. Поэтому давайте послушаем Литвиненко Андрея Петровича и тогда продолжим. Пожалуйста. Все начиналось гораздо раньше, если мне не изменяет память, где-то в 2010-м году еще, да, это было еще раньше. Город Краматорск присоединился к так называемому соглашению мэров городов, объединений европейских городов, которые договорились, что будут всеместно, не вряд ли, всевозможные энергетические, энергетические технологии и так далее и тому подобное. В связи с чем? В том же 2010-м году мы приступили к разработке этого энергетического проекта. Я называю его, потому что Азмарицын ждал тогда работникам исполнительного комитета и, как я выясняю, сейчас он рассчитался, сейчас он, ну, смысл никто. Я же еще раз акцентирую ваше внимание, потому что документ этот не свежий, не сырой, он рождался уже больше, более 4-х лет. Значит, тогда же городом был подписан меморандум с американской компанией USID, которая тоже готова была помочь в разработке этого энергоплана. Ну и, в принципе, работа тогда, еще тогда и началась. На сегодняшний день, вроде бы, согласовав все моменты, все критерии, согласно которым должна эта программа соответствовать, вот он родился примерно в таком виде, в котором он есть. Это довольно-таки объемный документ, который в себя вмещает более семи разделов. Ну и здесь по каждому разделу расписаны свои мероприятия и свои аспекты. Наверное, ни для кого не секрет, то, что все иностранные инвесторы, которые приходят к нам в город, да и вообще в Украину, они работают по одному и тому же принципу. Значит, для того, чтобы город получил какие-то деньги, должна разработана быть какая-то программа. В данном случае этой программой можно назвать тот же план устойчивого энергетического развития. 36 вопросов было вынесено, среди которых местные налоги, изменения в бюджет, вопросы социального, земельного и прочих, и прочих, и прочих, без которых город фактически не может жить и существовать. Поэтому, собравшись сегодня здесь, я так думаю, наша задача, ну, образно говоря, выразить мнение общественности в нашем с вами власти, как представителей общественных организаций, к отношению того, что произошло. То есть фактически мы должны понимать, что этот демаж этих 17 депутатов, ну, их было 17 объявлено, их было не 17, 14 на этот раз присутствовало, но в списке были еще некоторые, которые не присутствовали. То есть фактически поставлено было под сомнение вообще способность работать. Вот буквально до нас, до нас здесь заседала областная администрация, которая начала обсуждать вопросы создания военно-гражданских администраций. Что говорит закон нам о создании военно-гражданских администраций? Он говорит о том, что если территории, которые находятся в зоне проведения АТО, их державные органы, органы местного самоуправления, органы исполнительной местной власти, по каким-то причинам, либо не собираются, либо не принимают решения, либо отказались, либо предали, либо еще что-нибудь, на этой территории вводится военно-гражданская администрация. То есть фактически, если наш городской совет перестанет собирать сессию легитимную и не будет принимать те решения, которые принимать необходимо, а сегодня, смотрите, государство уже может сказать, вопрос местных налогов, налог на недвижимость, налог на транспорт, не принимается. Сегодня, по итогам первых двух месяцев, местный совет подготовил изменения в бюджете. Почему? Потому что планировали, ну так, один из примеров, планировали доходную часть одну. Сегодня, в связи с принятием закона о перераспределении средств от акцизного сбора, средств в местный бюджет поступает больше. Но не принимая решения о внесении изменений, это мертвый груз на активах городского совета, потому что до тех пор, пока не утвержден бюджет, изменения. Ну вы знаете, что такое бюджетная дисциплина у Каштори и Сингисбурата. То есть, и вот все эти вопросы, то есть мы можем получить некий, ну скажем так, коллапс административно-управленческий в городе. И я за каждого из вас, я за каждого из вас болею. 70 лет, вы будете рассчитываться. Что вам еще сказать? Можно сказать, класс крестьяна, фабрики рабочих. Что еще сказать? Это процесс манипуляции, это яркий выступление манипулятора. Никто вам никогда не даст кредит на 70 лет, это же вранье, ну это же, ну че тут за можно? Это же неправда. То есть, это предлог сорвать работу. Это предлог, что такое предлог? Это вранье. Уважаемый человек, седой, старший меня, в отце мне, наверное, годится, позволяет всему общественности врать. Говорит, мы не согласны. Не согласны, не голосуют. Когда они выходили, Сергей Качал, чего вы уходите? А 36 вопросов, которые нужны для города, это как? Мы не согласны. Не добите на нас, мы политики. Какие вы политики? Вы не политики в данном случае. В данном случае, я не знаю, как это рассказать. Ну, при Сталине это называлось саботаж, саботажника расстрелили. За что они? Сталин хороший парень. Сталин расстрелил за это, за саботаж. Ленин еще разстрелил. Ну, Ленин еще разстрелил, все правильно. Ну, так вы разберитесь, вы за Сталина, за Ленина или за правду, в конце концов. Ответ у каждого своя правда. Да нет же. Если ты не хочешь рассматривать 15-й вопрос, это не есть повод не рассмотреть остальные 35 вопросов. Вот я об этом хочу сказать. Я хочу сказать, нельзя врать. Даже если ты депутат, тем более нельзя врать, когда ты депутат. Не можешь работать, не согласен, напиши. Я ухожу. Я выражаю как свой професс. Ну, врать, не враньем, а правдой. Я вот о чем хочу сказать. А мы тут рассматриваем, так ли это программа, не так ли это программа. Может быть, она и не такая. Ну, не в программе ты, это же, ты же не трогаешь, заключай. Это намерение. Мы все хотим жить хорошо. И у нас тысячи программ, как отремонтировать дороги. И, кстати, когда голосовали за эти покемоны, ведь они проголосовали за эти покемоны. И эти же депутаты проголосовали за него. Это не побачало проголосовать. А тут, видите ли, они испугались. 70 лет. Страшно вам. Ваши ноги платить будут. Не позволяйте себе врать. Так дешево. Не покупайтесь на этом. И скажите, это вранье. Предложение. Ваше. Предложение? Да. Нужно лично, предхотите, говорить. Вы приверите. Нет. Предложение по факту, что сорвали сессии и мешают работать. Вы решили. То, что мы сейчас можем, в законодательном плане, высказать наше консолидированное мнение Совета в отношении данного поступка. Срыва сессии. Ну вот, ваше личное мнение. Это называется позор. Это называется вот этим 17, только не депутатам, этим 17 депутатам позор. И тем, которые не пришел. Вот им позор. Мы должны об этом позоре говорить. Через прессу, через все. Это позор. Врать нельзя. Спасибо. Спасибо. После того, как они собрались летом, и как они все не могут собраться и работать, начать полномасштабно, то они не могут собраться, то кто-то болеет, то кому-то какие-то еще причины. Это очевидно демонстрация нашему городу. Вот не хотят люди решать по каким-то поводу собравшихся. Они не хотят собираться. Другими словами, я считаю, что это саботаж. Вот вчерашний поступок мы очень ждали, особенно предприниматели, жители города, решения насущных вопросов. Только на заседании общественного совета 6 вопросов, очень волнующих, которые мы остро обсуждали и принимали по им решениям. Скажите, зачем? Затем, чтобы вчера было сорвано это заседание, у меня есть предложение. Конечно, мы не имеем прав как-то влиять на депутатов, распустить этот неполноценный депутатский корпус, по моему мнению. Поэтому у меня есть предложение, во-первых, общественному совету напомнить депутатам городского совета, что они обязаны выполнять свои обязательства. Обязательства, которые они взяли перед общественностью. Первое. Напомнить. И второе. Осудить действия 17 депутатов, которые вчера сорвали работу в сессии и покинули в зал. Все. Обязательства, которые они взяли на отрасли, в сессии и городского совета, на рассмотрении которых было 36 значимых для горожан вопросов. Несогласие с одним вопросом не является основанием для срыва рассмотрения стальных 35. Романтическая рада требует от каждого депутата городского совета выполнять добровольно взятые на себя обязательства перед громадой города. Требуем выражать свою позицию по тем или иным вопросам путем голосования, а не путем манипуляции и саботажа работы законодательного органа нашего города.